Кем он был? Человек, чье имя носит один из величайших шедевров в мире, о котором знают на всей планете. Папа Сик IV Дейлер Овере, строитель Сикстинской капеллы. На ее стенах Микеланджело совершил художественную революцию, создав образ нового человека. Но капелла – это не только непроизойденное произведение искусства. Именно в ней проходит конклав «Выборы Папы Римского». Избирая нового понтифика, Ватикан выбирает новые ориентиры для миллиарда католиков, оказывая до сих пор существенное влияние на современную историю. Итак, мы продолжаем наш цикл видео-лекций, посвященных истории Ватикана. Предыдущие лекции вы сможете найти на моем канале. Да, если мы с вами еще не знакомы, я Евгения, искусствовед, доктор философии искусствознания, сотрудник музея Ватикана, гид по Риму и Ватикану. Подробности о моих экскурсиях и курсах можно найти в описании к этому видео. Папа Сик IV в миру Франческо де Ля Ровере зашел на престол в 1471 году. Мир в этот момент уже был на пороге колоссальных преобразований. Падение Константинополя в 1453 году привело к изменению векторов власти и торговых путей. Приближался переломный момент не только в истории Ватикана, но и в принципе в истории всей Европы. В Италии принято считать 1492 год началом современного мира. Это не случайно. Именно в этот год Кристофор Колумб случайно открыл Америку. Как сейчас шутят итальянцы, лучше бы он ее не открывал. Но это изменило мир навсегда. И самое интересное, что Кристофор Колумб и папа Сик IV были земляками. Они оба были родом из региона Ликурии. И каждый из них по-своему перевернул мир. Папа Сик IV открыл новый период в истории Ватикана. Этот период можно назвать временем Великих Династий. Именно к этому периоду будет относиться засилье сплетен и пересудов о папской жизни. Здесь подчеркнут вдохновение многие писатели-режиссеры. И имена династий, путь которым престолу открыл Сик IV, на слугу даже у тех, кто историей интересуется относительно. Это Борджа, это Медичи. К ним, кстати, обязательно нужно добавить сами Делья Ровера и Форнеза. Самое интересное, что очень часто этот период династий связывает с приходом к власти папа Александра VI Борджа. Его историческая память кажется самая скандальная в истории. Но он все же продолжил начатое Сикстом IV. Так что же конкретно сделал этот папа Делья Ровере, который, по сути, начал создавать современный Ватикан? Давайте сначала поймем, кем был Франческо Делья Ровере, ставший впоследствии папой Сикстом IV. Откуда он родом и как ему удалось занять столь высокое место церковной иерархии? Официально будущий папа родился в 1414 году в Лигурии, на севере Италии, в знатной, но сильно обедневшей дворянской семье Делья Ровере. Здесь есть очень интересный момент. Исследователи обратили внимание на то, что в ранних документах, связанных с будущим папой Сикстом IV, есть расхождение в месте его рождения. В одних указано Савона, в других очень маленький город в нескольких километрах от нее. Это позволило выдвинуть версию о том, что в жилах Франческо текла очень народная кровь, и связь с родом Делья Ровере он купил себе гораздо позднее. Принимать на веру, эту гипотезу ли нет, дело личное. Доказать окончательно ее не смогли. Однако она подводит нас к очень важному новшеству, связанному с этим папой. Сик IV дал начало истории папских семей в Ватикане, вероятно вдохновленный примером Медичева Флоренции, которые не просто фиксировали случившиеся события. Они писали легенду о самих себе, выделяя лучшее, возвышая достижение и скромно умалчивая греховное и непреклядное. Нечто подобное делал Сик IV в отношении своей династии. Но он не ограничился только семьей. Он положил начало официальной истории католической церкви, выбрав для ее составления очень интересный критерий. Но об этом чуть больше. Пока же продолжаем следить за путем молодого Франческо. Если его происхождение терялось в семейных тайнах, его ум ярко блестел и привлекал внимание. Ему удалось вступить в францисканский орден, на тот момент один из самых блестящих и сильных в Италии. Таланты юноши были отмечены руководством и его отправили изучать право и богословие в университетах Падуи и Болонии. Эти старейшие учебные заведения отличались серьезным академическим подходом и воспитывали в своих студентах критическое мышление, развивали способность анализа, ставили на первое место факты и научный подход, относясь слишком часто с некой прохладой к церковным догмам и напрочь отвергая религиозное суверие. Казалось бы, это не совсем подходящее место для священника, тем более монаха, но в таком подходе до сих пор остается сила католической церкви. Независимо от официальной линии дружить или не дружить с наукой, которая обычно несет политический оттенок, по факту большинство католических священников из высших иерархических кругов имеет прекрасное светское образование, что существенно расширяет их кругозор. И это, как мы видим, вековой подход. Кому Франциско добавлялось его ораторское мастерство. После окончания учебы он сам преподавал в лучших университетах Италии, был проповедником и писал теологические трактаты, уделяя внимание непорочному зачатию Девы Марии и спасительной роли Христовой Крови. Именно последняя тема принесет ему известность в узких кругах и даже отразится на выборе сюжетов в станциях Рафаэля, заказанных впоследствии его племянником Папой Юлием Вторым, тоже для Роверы. Карьера Франциско растет как на дрожжах. В 1464 году его избирают генералом ордена францисканцев, и уже через три года он получает от Павла Второго санк-кардинала с титульной церковью Санкт-Петро и Винкови. По иронии судьбы, дворец семьи Борджия, которая доставит в будущем немало неприятностей Делли Ровера, находился напротив. А сама церковь до сих пор входит в список мест, обязательных к посещению в Риме для всех, кто любит искусство и ценит творчество Микеланджело. В ней как раз и находится то, что сам великий флорентиец называл в трагедии всей своей жизни. Мраморный Моисей, украшающий надгробие Юлия Второго, племянника Сикса Четвертого. Но здесь мы опять забежали вперед. А пока Франческо Делли Роверы предстоит выдержать самое главное сражение в своей жизни. Конклав 1471 года. Конкурентов у него было немного. На этом конклаве собралось всего 18 кардиналов. Сущие пустяки по сравнению с сегодняшним количеством почти в две сотни. Политическая поддержка из Дне была обеспечена нашему Делли Роверу Миланом в лице герцога Галяцу Мария Сфорца. В Риме помочь с правильным выбором должны были и щедрые подарки. Однако избрание Франческо все равно было под большим вопросом. Еще на предыдущем конклаве одним из сильнейших президентов на папский престол был кардинал Виссарион Никейский. Будь он избран, история церкви была бы написана иначе. Мудрый, готовый и способный к диалогу с восточной православной церковью. Не склонный к местечковым интригам, которые часто приводят к тому, что за сиюминутной выгодой идут колоссальные потери. Виссарион достоин на самом деле отдельного повествования. Да, это именно он, грек по происхождению, перевел труды Аристотеля. Но на предыдущем конклаве выбор сделан был в пользу Павла II. И самые влиятельные римские кардиналы Арсини, Борджа, Гонзага очень скоро поняли, что это была фатальная ошибка. В 1471 году Франческо ни за что бы не стал папой, несмотря на поддержку Миланной взятки. Но тут ему просто улыбнулась удача. Виссарион Никейский отказался от избрания, мотивируя это возрастом и состоянием здоровья. Несмотря на то, что на момент конклава ему было всего 68 лет, он действительно скончался через год. Так, благодаря личным качествам, большим финансовым вложениям и, будем откровенны, удачи. 9 августа 1471 года Франческо Делли Роверы был избран папой римским и открыл новый период в истории Ватикана. К выбору имени он подошел серьезно. Выбирая определенное имя, которое уже было в истории, новый папа как бы дает понять, какую линию в своем правлении он собирается вести. Сикс III, папа V века, был интеллектуалом, вел даже переписку со святым Августином, тонким теологом. Ловко лавировал между богословскими спорами того времени и, к тому же, был прекрасным администратором. Сикс III построил для города несколько храмов, среди которых, например, базилика Санта-Сабина на Августинском холме. Ее и сегодня можно посетить. Сикс IV, выбирая это имя, как бы заявлял, что продолжит именно эти традиции. Но нужно сказать, что и само по себе значение этого имени не лишено интересных деталей. Сикс в переводе с греческого может означать «блестящий», «изысканный», а еще «шестой». Выбор имени Сикста для шестого по счету ребенка вовсе не означал, что родители устали придумывать имена. Наоборот, в нумерологии число 6 считается очень позитивным. Так что можно сказать, что в какой-то мере Сикст – это еще и счастливый. Однако некоторые исследователи находят в этом имени и древнеегипетские корни, связывая его с именем Бога Сета. А тут уже и борьба и смерть возрождения. В общем, называя ребенка Сикста, не стоит надеяться на то, что он вырастет посредственной личностью. А тут целый папа с таким именем. Итак, правление папы Сикста IV было связано по сути с созданием испанской инквизиции, усилением междоусобных войн между итальянскими сеньорами, приходом на территорию Италии французского и испанского влияния, от которого она избавится только в XIX веке, в период резордюмента или объединения Италии, драматическим заговором Пацци во Флоренции, полным осознанием роли искусства в политике церкви, приведением в порядок апостольской библиотеки, началом составления официальной истории церкви и основанием первого музея в Европе. Совсем немало для 13-летнего правления. Все эти годы Сик IV прожил в Ватикане. Результат его понтификата жестко, но точно подытожил почти его современник Николомо Кевелли. Вот что он сказал. Папа этот был первым, который доказал, насколько большой властью он располагает и сколько дел, которые впоследствии оказались ошибками, можно скрыть под плащом папского авторитета. Итак, теперь рассмотрим подробнее основные моменты правления Сикста IV. Ну что ж, Инквизиция получила колоссальное влияние впоследствии. С нее и начнем. Она была создана в Кастилии в День Всех Святых 1 ноября 1478 года. А основой стала папская була Exiget Centurae Devotion of Actus, простите за мой латинский. Во вправдании потом, кстати, самим Ватиканам будет сказано, что папа пошел на это только из-за давления со стороны короля Фердинанда Рогонского. Но уже с первых месяцев работы институт до Инквизиции настолько начал заносить, что Сикс IV вмешался в его работу, осудил наиболее серьезное злоупотребление и в 1482 году определил нормы работы этой самой Инквизиции, назначив его главой доминиканца Торквемаду. Ну, если честно, это не очень сильно помогло. Можно даже сказать, что стало хуже. Ну, в общем-то, Сикс IV сделал такой вот реверанс в сторону ордена доминиканцев. О своем ордене францисканцев папа тоже не забыл и канонизировал одного из основных на тот момент францисканских теологов Бонавентуру. Именно через его тексты мы сегодня в основном и знакомимся с мыслью Франциска Асийского. О своей семье папа тоже забыть ну просто не мог. При нем непотизм перешел на новый уровень. Многочисленные племянники сказочно обогатились. Раздача им земель привела к началу серьезной конфронтации среди итальянских правителей и к началу вмешательства французской и итальянской короны в итальянские дела. Вмешательство многовековое. Действительно, его остановит, его прекратит только создание Италии. Сначала как королевство, а потом уже королевство станет республикой. И это произойдет в 1946 году. Ну, нужно сказать, что пусть и плохой, но мир, который поддерживался в Италии на протяжении основной части 15 века, он действительно подходил к концу в период правления Папа Сикста IV. И очень многие историки именно этот мир указывали как одной из основных причин расцвета итальянского Ренессанса. Однако теперь Папа должен был думать об обороне, и замок Святого Ангела находился достаточно далеко. И Сикс IV нашел прекрасный выход. Он решил перестроить средневековую папскую капеллу, которая откровенно нуждалась в ремонте, и превратить ее в крепость. Народу было объявлено о строительстве церковного здания, которое на самом деле было военным. Даже ее архитекторы Бачо Пантелли и Доминико Дольчи вошли в историю в разделах военной архитектуры. Вот так и появилась капелла, которая и сегодня носит имя своего строителя. Сикстинская капелла. Работы по строительству начались в 1478 году. Как раз в это время катастрофически провалился заговор Патца, целью которого было убийство Лоренцо Великолепного во Флоренции. Лоренцо выжил и сделал папе чудный подарок. Отправил лучших художников, среди которых Боттичелли, расписывать Сикстинскую капеллу. Казалось бы, это верх неадекватности. Почти даром отдать своих лучших мастеров, чтобы расписать капеллу-крепость твоего несостоявшегося палача. Но в этом и заключался политический гений Медичи. Уметь переступить через себя, склонить голову и запастись терпением для того, чтобы получить колоссальные дивиденды для себя и своего города. Сикст, принимая подарок, даже не подозревал, что это первый шаг в восхождении на папский престол сына Лоренцо Великолепного, Джованни Медичи, ставшего впоследствии папой Львом X. Жест Лоренцо стал, тем не менее, подтверждением истины, о которой папа уже знал как францисканец. Искусство может оказать колоссальную услугу для власти. А уж божьей или человечей, там разберемся. И для создания хорошего искусства нужен фундамент. Да и вообще, Ватикану необходим новый храм. И этот храм должен быть посвящен знаниям. Папа приводит в порядок собрание манускриптов Ватикана, о котором мы говорили, и которое начало создаваться еще Николаем V несколькими десятилетиями раньше. Но именно Сик IV, приведя в порядок эти манускрипты, можно сказать, дал настоящую жизнь апостольской библиотеке, которая считается одной из самых ценных и богатых в мире на сегодняшний день. В Пинакотеке Ватикана есть очень интересная работа Мерлотца до Форли. На ней мы видим восседающего на престоле папу Сикста IV. Перед ним в окружении племянников стоит кардинал Делли Роверы, тоже родственник папы, впоследствии он станет папой Юлием II. А на коленях перед Сикстом стоит гуманист и библиотекарь Себастьяно Саки по прозвищу Платина. Он был на момент правления Сикста одним из лучших библиотекарей в Италии. Сегодня библиотекарей нам кажется профессией скучной, это неверно. Как, впрочем, спокойно ее тоже до конца не назовешь, особенно если трудиться в библиотеке с древним фондом. Но во времена Сикста IV быть библиотекарем означало обладать колоссальными знаниями, связями, недюжей долей авантюризма, щедро приправленного аферизма. За манускриптами шла охота, и находить их, заполучать их, это была задача библиотекаря, и эта охота шла на разных уровнях. Для самих манускриптов применялись в разных монастырях, где и создавались эти самые манускрипты, самые разнообразные способы составления. И даже в написании использовалась сложнейшая система сокращений, что превращало текст в настоящий шифр, который библиотекарь должен был уметь прочитать. Платина прекрасно справлялся со своей профессией, но было одно «но». Он, мягко говоря, недолюбливал папу Сикста IV. Сикс был осведомлен об этом отношении к себе, но от намерения назначить платину префектом библиотеки не отказался и заложил тенденцию, которая сделала Ватикан очень могущественным. На ключевые должности, требующие знания и опыта, нужно брать только проверенных профессионалов с устойчивой репутацией, не обращая внимания на их личные отношения и семейные узы. Профессионал предан только одному – своей профессии. Ради неё он не ввяжется в заговоры и интриги, он будет служить только своему ремеслу. Ещё он всегда будет точно знать, что делать, и сделает это независимо от мнения большинства. Несколько раз в истории именно команда профессионалов, действующая по практически иезуитскому принципу делать то, что должен и будь, что будет, позволяла кораблю церкви переживать буря истории. Однако платину, в свою очередь, не устоявшей перед должностью и доступом к книжным сокровищам, быть в долгу перед папой не хотел. Конечно, денег у него не было, да и папские суммы, они неподъёмные, но было кое-что гораздо более важная идея. Платина напомнил, что там, где есть библиотеки, должна быть история. А история папства, как таковая, серьёзно ещё не составлялась, несмотря на то, что сначала их правление в Риме прошло уже тысячелетие. Однако для составления истории нужен критерий. Войны и реформы у дел светских монархов. На булы тоже опираться не стоит, а они, если одеяние святого духа, здесь тенденции не составить. Но есть кое-что ещё. И к тому же почти с божественным оттенком творения. Искусство. Каждый папа должен отмечать свой понтификат с заказом произведения искусства. Они и будут такими историческими вехами, на которых будет строиться официальная история папства. Так что Рим в возрождении барокко своей красоте обязан этим двоим. Гуманисту Платине и непростому папе Сиксту IV. Зашедшие на престол после него папы римские старались превзойти предшественников, заказывая всё новое и новые храмы, статую, росписи и картины. Кстати, Сикст IV кое-что понимал про знание и про важность его распространения, правильного распространения. В 1471 году он ввёл впервые в истории церковную цензуру, пока только на книге религиозного содержания. Так что его можно считать идиатором лучшего в мире списка литературы. Индекс запрещенных книг католической церкви. Его на протяжении веков постоянно пополняли, включая туда самые замечательные философские и научные трактаты, означая, однозначно рекомендуется к ознакомлению и прочтению. Но запрещать всё-таки недостаточно. Это тупиковый путь. Нужно прежде всего давать ориентиры и создавать идеалы. Сикст IV гуманист по сути, подверждением чего служит даже его надгробие, находящееся сегодня в музее сокровищ базилика святого Петра и украшенное изображениями свободных искусств, это потрясающий шедевр, а о нём надо говорить отдельно. Так вот, Сикст IV понимает, что да, восстанавливать и строить новые храмы важно и нужно. Здесь не могу не упомянуть о двух совершенно невероятных храмах, которые он построил. Санта-Мария дель-на-Пача и Санта-Мария дель-Пополо этот храм он скорее перестроил. Поверьте, по красоте и интересу они не уступают фонтану Треви, но есть нюансы. Любоваться этими храмами вы рискуете в полном одиночестве. Помимо красоты они крайне интересны и сложны. А интеллектуальное удовольствие часто с целями массового туризма не совпадает. И простите меня, пожалуйста, за этот комментарий. Пожалуй, и слава Богу. В Риме сейчас все семь миллионов туристов собрались в четырёх местах. Вся остальная красота безмятежна, великолепна, и она в вашем полном распоряжении. Но вернёмся к Систу. Итак, наш Сист IV храмами не ограничился, а положил начало капиталистским музеям. Он видел большое будущее для Рима. А для этого народу и элите города нужно вспомнить, кем они являются. Они наследники Великой Империи, управляемой могущественными императорами. Кстати, наследниками императоров теперь были папы. Величие прошлого должно помочь переоценить настоящее и начать создавать фундамент для будущего, которое, если и не вернёт голову городу былые лавры, то уж точно к ним приблизит. Вот таким он был. Человек, чьё имя носит сегодня, одно из самых выдающихся произведений искусства в мире. Идеалистом и интригантом, тонким политиком и человеком, совершавшим колоссальные промахи. Где-то грешником и где-то слишком человечным. Но в истории Сист IV стал одним из самых важных пап. Спасибо вам за внимание. Напоминаю, что информацию о моих экскурсиях и онлайн-лекциях вы найдёте по ссылке в описании. А мы с вами вновь скоро увидимся на канале, чтобы поговорить об интересных моментах истории и искусства Рима и Италии.